МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. С главными событиями дня вас познакомят наши корреспонденты. Я, Галина Титарчук. Смотрите сегодня. Праздник со слезами на глазах. В Чуваши масштабно отметили День Победы. Защитить интересы жителей глава Республики взял под личный контроль ситуацию с долевым строительством и погашением задолженности в сфере услуг ЖКХ в Новочебоксарске. Сыны Отечества. В Чуваши побывал герой России Николай Гаврилов и народный артист России Леонид Якубович. Завершились торжественные мероприятия. Отгремел праздничный салют в честь Великой Победы. Навечно в сердцах останется подвиг наших отцов и дедов, подаривших нам мир. О том, как прошел День Победы в Чебоксарах, смотрите в нашем репортаже. Торжественный митинг традиционно состоялся на Красной площади столицы Республики. Уважаемые соотечественники, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, товарищи офицеры и генералы, поздравляю вас с Днем Великой Победы! Для всех нас День Победы – особенный и великий праздник. Это день национальной гордости, торжества мужества, силы духа и героизма нашего народа. Равнение направо! Шагом марш! Постоянный участник Парада Победы – 92-летний Гавриил Филиппов. День Победы встретил в Праге, затем участвовал в войне с Японией. Награжден двумя орденами славы и двадцатью благодарностями верховного главнокомандующего Сталина. День Победы дал всем свободу, равенство. Мы можем победить и впредь фашистам смерть. Не пропускает Парад Победы и операционная медсестра Анна Гранкова, принимавшая первых раненых еще в 41-м. Это все воспоминания тяжелой, прошедшей войны. Сейчас армия сильная, поэтому теперь и боятся на нас на фото. Берегите оружие, цените, не относитесь калатным. Что завоевано? Сохраните, ребята! Перед трибунами торжественным маршем передвигаются представители силовых ведомств, ветераны Афганистана, участники боевых действий на Северном Кавказе, воспитанники кадетской школы, детской полицейской академии и военно-спортивных клубов. Стало традиционным выступление юных барабанщиков и казаков. Военную технику зрители уже знают по названиям. Мобильные зенитные расчеты, пушки, легендарные «Катюша» и танк Т-34 с расположившимися на броне участниками клуба реконструкции исторических событий. В ряды всероссийской акции «Бессмертный полк» в Чебахсарах в этом году встало более 20 тысяч человек. Это вдвое больше, чем в прошлом. К колонне участников присоединился и глава «Чувашия» Михаил Игнатьев. Его отец служил на Балтийском флоте и по дороге жизни через Ладожское озеро перевозил боеприпасы и продовольствие в блокадный Ленинград. Награжден медалями за оборону Ленинграда и за боевые заслуги. Чтобы мы были патриотами своей Родины, любили землю, любили своих родителей и со всеми почестями относились к своим дедам, прадедам, бабушкам, прабабушкам. И эти ценности должны передаваться нашим детям. Тогда мы всегда будем сильны, и тогда мы будем всегда непобедимы. Мы несем портрет нашего прадеда. Он был сержантом, ушел на войну в 1942 году, а умер под Донбассом в 1943. Он носит его не только имя, но какая-то вот эта связь, связь поколений, я думаю, будет продолжаться в веках. В целом по России бессмертный полк составил 24 миллиона участников. Вот так 9 мая 2016 года стала очередной страницей летописи Чувашия и всей нашей страны. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Годовщину Великой Победы отметили и в Новочебоксарске. Торжественные мероприятия прошли по всему городу. Как чествовали и поздравляли ветеранов в нашем следующем материале. Трудовые коллективы, предприятия, организации города, ученики кадетских классов, представители политических партий, ветераны. В один строй встали около 17 тысяч человек. Возглавил шествие бессмертный полк. В этом году с портретами своих близких шли более 3 тысяч человек. Люди, в чьи семейные истории навсегда вписаны страницы войны. Отец воевал с 43-го года по 45-й год. И в Белоруссию, Прибалтику, до Германии дошел. И потом служил до 50-го года там, в Германии. Медали за взятие Берлина, за победу над Германией. И вот этот значок фронтовой разведки был. Отличный разведчик. Чем портрет несешь в своих руках? Моего прадеда. А что ты о нем знаешь? Он родился в 1907 году. Он был минометчиком. Служил в 2-м Белорусском фронте. Кавалер двух орденов. Слава третьей степени и красной звезды. В середине отец. А эти по бокам дяди. Это же наши предки. Это наша память. Мы должны их почитать, уважать. Они же воевали за нас. В колонии бессмертного полка со своим внуком прошел и заместитель председателя госсовета Чувашия Николай Малов. В руках портрет деда. Он погиб в бою в 41-м. Сегодня мы отдаем дань памяти той великой, ужасной войне нашим предкам. И мы должны чтить память и воспитывать наши подрастающие поколения на примере, героическом примере наших предков, нашей истории. Колонна растянулась практически на километр. Здесь все молоды, счастливы и живы. И те, кто погиб в бою, и те, кто ковал победу в тылу, и те, кто пропал без вести, и их потомки. В 40-м году мой дед был призван в ряды советской армии. Служил на границе Белоруссия-Польша танкистом. И пропал без вести, видимо, погиб в первые дни войны. У меня дед впервые за 76 лет после смерти прошел в параде победы. Площадь победы – конечная точка маршрута. В 11 утра здесь собрались самые главные герои дня – ветераны. С цветами, с подарками и с орденами. Награды как напоминание о военных подвигах, о боли, скорби, потерях. Мы победили ради любви к Родине. Мы воины, погружили знамя и принесли на алтар нашей Родины знамя победы на вечное хранение. Равнение на ветеранов. Под звуки военного марша нога в ногу прошли участники парада. Чеканили шаг даже самые маленькие ребята. День победы объединяет поколения. Детей и прадедов, отцов и правнуков. И так будет всегда. Галина Титарчук, Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика. Память солдат. Погибших на полях сражений почтили и в мемориальном парке Победы, что в столице Чувашия. Горожане пришли сюда, чтобы возложить цветы к монументу славы. Быть вместе в этот праздничный день для горожан важно. На аллее героев в парке Победы собрались более тысячи человек. Цветы возлагали члены кабинета министров, депутаты Государственной Думы и Государственного Совета, сотрудники силовых структур и ветераны. Память воинов-освободителей почтили минутой молчания. А после в Часовне Святого Иоанна состоялась панихида по погибшим солдатам. Они сражались за родину и навсегда остались на Чувашской земле. В канун праздника Великой Победы в Чуваксарах возложили цветы к братской могиле воинов, которые умерли от ран в госпиталях республики. На братских могилах не ставят крестов и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов и вечный огонь зажигают. На кладбище по улице Богдана Хмельницкого захоронены 80 бойцов, которые умерли от ран в госпиталях Чуваксар. Всего в столице Чувашии было 4 евакогоспиталя, через которые прошли сотни раненых. Их ухаживали всем городом. Мне рассказывали, что было очень тяжело, что питались очень мало и старались защитить родину. Сейчас главное сохранить мир и чтобы люди меньше конфликтовали. Война ужасная. Голодали люди, холодали, когда зима была. Но они справились и победили. Нужно быть сильным, мужественным, храбрым. Время берет свое. Даже тем, кто на фронт отправился 17-летним юношей или девушкой, сейчас около 90 лет. Память о страшных событиях теперь берегут их дети. Их они обязательно расскажут своим детям, внукам, правнукам. Я родилась в городе Родники, очень маленький городок в Ивановской области. Родилась 25 ноября 1941 года. Бабушка очень просила маму, чтобы меня назвали Надеждой, потому что в это время шли жестокие бои под Москвой. А мой папа воевал на Калининском фронте. Это как раз фронт тоже Калининский. Вот руководством Конева они тоже стояли за Москвой. Что я помню о войне. Я же была ребенком. Мы ходили в детский сад. И я просто хочу вам сказать. Вот я даже до сих пор помню, какие песни мы в детском саду пели. Мы не дрогнем в бою за столицу свою. Нам родная Москва дорога. Этот день именно для нашего поколения, он всегда был особый день. Пожалуй, это главный праздник для нашего советского народа, для нашего российского народа. В каждой семье были фронтовики, в каждой семье были тыловики, которые ковали победу. Трудно сказать, где было сложнее. Или на фронте, или в тылу. Потому что в тылу тоже не доедали, не досыпали, мерзли. Если посмотреть, вот я, допустим, большую часть своей жизни прожил на Урале. И побывал во многих музеях таких заводов, как, допустим, Челябинский тракторный завод. Где во время войны выпускали танки. Завод «Сигнал», на котором я работал, был эвакуирован в 1941 году. И работники под открытым небом в мороз 1 декабря запустили завод и начали поставлять боеприпасы для нашего фронта. Как поется в известной песне, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Бойцы, которые остались здесь, на кладбище по улице Богдана Хмельницкого, теперь герои для каждой чебоксарской семьи. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика. Сегодня глава ЧВШ, Михаил Игнатьев, подписал ряд указов. Согласно указам вице-премьерами, назначены министр экономической политики, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. И министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Олег Марков. На встрече с новыми вице-премьерами и председателем кабинета министров было отмечено, что практика совмещения должностей доказала свою эффективность. И с учетом предложения представителей кабинета министров Иоанна Борисовича Моторина, заместитель представителей кабинета министров, министр промышленности, экономического развития и торговли. Политика – это промышленная политика, развитие малого и среднего бизнеса, потребительский рынок, где тоже безобразие у нас хватает. Включая проекты, это моногорода, развитие индустриальных парков. Олег Иванович Марков, заместитель представителей кабинета министров, министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства. Здесь полномочия – это строительные политики, градостроительные политики, сфера ЖКХ, энергетика, аварийное жилье, капитальный ремонт многоквартирных домов и эффективная координация. Я считаю, что это откроет для нас новые двери, особенно это взаимодействие федеральным центром, потому что в большинстве случаев требуют приставки дополнительного вице-премьерства. И в большинстве случаев для нас это только открытие новых возможностей, которые мы должны будем реализовать под нашим руководством. Понятно, что сфера непростая, очень тяжелая. Прежде всего, это жилищно-коммунального хозяйства, строительства, то есть те задачи, которые стоят перед министерством, они, я считаю, достаточно сложные. Но отступать некуда, с учетом вашего доверия. Будем стараться оправдать. Глава республики провел еженедельное совещание с руководителями республиканских органов власти. В повестке дня итоги празднования 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне и вопросы проведения капитального ремонта. В эти майские дни в Чувашии прошло более 2,5 тысячи мероприятий. Более полумиллиона человек участвовали во всероссийских и республиканских акциях. Впервые был организован просмотр военного кино под открытым небом. Прошел фестиваль «Победы. Звонкие голоса. Всероссийский флешмоб. День Победы. Балк одет». К всероссийской акции «Бессмертный полк» во всех муниципалитетах присоединились 35 тысяч человек. На 4 тысячи больше, чем в прошлом году. Особое внимание в социальной защите ветеранов и инвалидов войны. С начала 2010 года в республику поступили 5,5 миллиардов рублей. Более 5 тысяч ветеранов улучшили жилищные условия. Проводится ремонт квартир. Ветеранам предоставляются путевки на санаторное лечение. Вручены 1395 подарков ветеранам и участникам войны, вдовам погибших участников войны. Доставлено 24 800 именных поздравлений ветеранам войны, вдовам погибших войну, бывшим несовершеннолетникам, узникам фашизма. Под постоянным вниманием социальных работников у нас находится 21 инвалид и участник Великой Отечественной войны, 236 тружеников тыла военных лет, 49 вдов погибших воинов. Обсудили на еженедельном совещании долгосрочные и краткосрочные планы капитального ремонта. В программу включены 5000 многоквартирных домов. 294 дома отремонтированы в 2015 году на сумму больше 236 миллионов рублей. На 2016 год запланирован ремонт 429 домов. Бюджет работ 607 миллионов. Порядка 10% от аукционов, от всех по проектным работам нам удалось сэкономить. Кроме того, региональным операторам сегодня объявлено 135 открытых конкурсов. Плава Чуваша отметил, необходимо внимательно проводить торги, чтобы средства получали добросовестные подрядчики. На совещании обсудили и задолженность некоторых муниципалитетов по платежам за капитальный ремонт. В неполном объеме зачислены финансовые средства муниципальными образованиями Чувашской республики. Из предполагаемых 21 миллион 700 на сегодняшний день, на счет зачисленных бюджетами муниципальных образований, 20 миллионов 340 тысяч рублей. Имеется долг за такими муниципальными образованиями, как Козловский, Красноармейский, Красночитайский, Ядринский и город АллатР. Мы стимулирующие инструменты, которые начали принимать, им надо говорить, где собираем не менее 75%, они в краткосрочные программы быстрее могут попадать. Олимпиада Епифанова также рассказала, что в республике началась работа по сбору документов от пожилых на предоставление льгот по оплате капремонта. Глава Чувашии подчеркнул, что к 1 сентября работы по реализации краткосрочного плана на 2016 год должны быть выполнены. А средства израсходованы строго по целевому назначению. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Отдельная тема совещания – ситуация в Научбоксарске на особом контроле главы Чувашии долевого и строительства многоквартирных домов компании «Роспан» и погашение долгов по услугам ЖКХ управляющей компанией «Навэк». Научбоксарске уже несколько лет ведется застройка жилого микрорайона «Речной бульвар». Несколько месяцев назад работы остановились. В ходе строительства были введены в эксплуатацию три этапа. Это 368 квартир общей площадью более 16,5 тысяч квадратных метров. 15 ноября 2013 года «Роспан» заключен договор генерального подряда по строительству блок секции К и Л жилого дома позиции 1 на сумму более 194 миллионов рублей. Заключены договора о участии в долевом строительстве на 215 квартир. Начато строительство многоквартирного жилого дома позиции 2 и позиции 3. Выполнены работы по монтажу стеновых панелей 10 этажа. Строительные работы не ведутся с октября 2015 года. Всего по трем позициям заключено и зарегистрировано 504 договора о участии в долевом строительстве. Из них 323 договора с физическими лицами на сумму более 500 миллионов рублей. Сейчас у проекта появился новый собственник, представитель которого на совещании заверил, что проблем быть не должно. Есть уверенность в том, что проект будет завершен. Весь микрорайон будет достроен в ближайшие три года. Сроки сдачи самых проблемных блок секций долгостроев по КЛ – это действительно 30 мая. С учетом открытого финансирования, которое обеспечивает Банк Мегаполис. Это будет сделано в установленные сроки, представлено на сдачу Госкомиссии. Возможно, потребуется устранение каких-то недостатков по итогам Госкомиссии. По второй позиции сроки сдачи, скорее всего, сейчас разрешение на строительство действует до 30 июня. Но объективно здесь придется на 4-6 месяцев продлить разрешение на строительство. Мы должны защитить интересы людей. Их права не должны быть ущемлены. Исполняющая обязанности главы администрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова рассказала, что на встрече с дольщиками представители инвестора обещали не брать с людей дополнительные средства. Что касается ситуации с ликвидированной УК НАВЭК, жители Новочебоксарска с апреля стали получать досудебные требования о погашении задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Конкурсный управляющий еще в начале года продал свои долговые обязательства. Предприниматель, который их выкупил, стал предъявлять жителям Новочебоксарска к оплате долги за услуги ЖКХ, оказанные НАВЭКа в 2011-2012 годах. Методы работы коллекторов мной не используются, соответственно, люди, которые признают долги, обращаются ко мне с просьбой растянуть каким-то образом погашение их долгов. Михаил Игнатьев считает, что ситуацию можно урегулировать в досудебном порядке. Татьяна Молокова, Надежда Яковлева, Андрей Спиридонов, Республика. Праздничные выходные мрачила трагедия в Аликовском районе. В селе Русская Сорма до тла сгорел жилой дом. Погибли его хозяева. Подробности в следующем материале. Когда на место ЧП прибыли первые пожарные расчеты, жилой дом был полностью охвачен огнем. Пламя по бревнам распространилось стремительно. Погибло семеро человек, четверо из них дети. Специалисты уже назвали точную причину пожара. Возгорание произошло из-за неисправности в дымоходе печи. Проживали они в городе Чебоксары, приехали на выходные, чтобы заняться огородом. Посадили картошку, съездили на рыбалку. Соответственно, употребление спиртных напитков. Ближе к ночи затопили печь. Три года не топилось. Соответственно, образовались трещины. И в итоге сельчане заметили уже в час ночи, когда открытый огонь охватил весь дом. Все выходные на месте ЧП работали эксперты. Следственный комитет Республики возбудил уголовное дело. В настоящее время по уголовному делу следователи устанавливают и допрашивают свидетелей, а также проводят иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, погибшие скончались от отравления угарным газом. Следователями проверяются различные версии возникшего пожара, по одной из которых его причиной явилось нарушение правил эксплуатации дымохода печи. По этих целях назначены судебно-медицинские и пожаротехнические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается. Глава Республики выразил соболезнования родным и близким погибших. Также Михаил Игнатьев поручил усилить профилактические мероприятия по противопожарной безопасности. В праздничные дни оперативные службы должны работать в режиме полной боевой готовности. Мы сами должны соблюдать все меры безопасности. Поэтому я прошу еще раз все главы администрации по всем тем принятым документам, чтобы были организованы в населенных пунктах ночные дозоры, чтобы люди следили, своевременно позвонили бы пожарным, они бы раньше приехали бы, может быть, не все люди погибли бы на этом пожаре. Конечно, я выражаю соболезнования всем близким, всем родственникам, потому что для нас это тоже невосполнимая утрата. Михаил Игнатьев поручил профильным министрам оказать необходимую помощь родственникам погибших по организации похорон. Медрик Ковалев и Расселий Мухаммедов. Республика. К другим новостям. Сегодня в столице Чувашии стартовал социальный конкурс «Общественное признание-2016». В нем могут принять участие все горожане и предприятия, которые внесли свой вклад в развитие Чебоксар. Уже в восьмой раз специальные премии отметят самых активных чебоксарцев. Выбирать будут по 14 номинациям. К уже традиционным «Человек года», «Беспокойные сердца», «Настоящий хозяин» добавили «Мастер золотые руки» и «Во имя человека труда». Критерии оценки участников проекта – это социальная значимость и результативность реализованных ими проектов. Итоги подведут в начале августа. Подать заявку можно в столичную администрацию. В преддверии 9 мая республика встречала гостей. В Ядринском районе побывал народный артист страны Леонид Якубович и генерал-лейтенант авиации «Герой России» Николай Гаврилов. Вместе с главой республики они познакомились с национальными обрядами и приняли участие в празднике Борозды. Обо всем подробнее Дмитрий Ковалев. Герой России Николай Гаврилов и народный артист страны Леонид Якубович в республике частые гости. В этот раз их встречали в деревне Верхней Очайки на празднике Борозды. Его отметили на полях колхоза «Ленинская искра». Известному ведущему предложили примерить на себя роль механизатора. Чем только за все годы не приходилось управлять Леониду Аркадьевичу, но еще никогда народный артист не сидел за рулем трактора. Для первого раза достаточно, как бы сказать, подготовленный. Уже как бы ничего не надо подсказывать. Один раз достаточно одного раза подсказать и уже готовый тракторист. Ощущение другое, все другое. Ой, все забыли уж, как это делается. Дети должны приходить сюда и хоть один раз свою борозду проложить. Свою борозду за рулем трактора МТЗ проложила глава республики. Для него управлять машиной без помощи механизатора не составляет труда. На праздники Борозды гостям предложили поучаствовать и в чувашских национальных обрядах. К примеру, картофель здесь сажали, как в старину, с помощью плуга и лошади. Гости возложили цветы к памятнику Аркадия Айдака. Он был настоящим патриотом родной земли, с любовью на ней работал и учил этому других. При его поддержке в деревне Верхней Очайке появился музей натурального хозяйства. Именно здесь Леониду Якубовичу показали, как в старину жили чувашские крестьяне. Музеи воссоздали в точности курную избу, скотный сарай и летнюю кухню. Гостям предложили продегустировать национальные блюда и познакомили с рукодельными ремеслами. К визиту высоких гостей приурочили и посадку молодых яблонь. Будущий сад в дворе музея помогали разбивать и местные жители. Леонид Якубович и Николай Гаврилов пообещали приехать сюда снова, чтобы увидеть, как прижились деревья. А это гордость Ядренского района, племенные рысаки. На местном конезаводе выращивают настоящих звезд. Многие лошади уже одерживали победы на турнирах. В будущем здесь должны появиться и призеры международного уровня. На конезаводе вынашивают амбициозные планы. Побывали гости и на родине космонавта Андриана Николаева. Они возложили цветы к его могиле и посадили еле на территории музейного комплекса. По традиции возле каждого дерева установили именные таблички. В память о визите народному артисту подарили книгу «Чувашия космическая шоршелая». Она была издана благодаря поддержке главы республики. Находясь в этом мемориальном комплексе, хочу сказать, очень много туристов сюда приезжает. Эффективно работает отряд юных космонавтов, школах, кадет, кадетские классы. Яркие примеры. Андриана Григорьевича Николаева, пожалуйста, Николая Федоровича, Гаврилова, генерала-лейтенанта, героя России. Это же дорогого стоит. Прощаясь с родиной космонавта Андриана Николаева, Леонид Якубович отметил, что он всегда с удовольствием приезжает в республику. Народный артист признается, его удивляют чистота полей и трудолюбивые люди. Во время очередного визита в этом он убедился вновь. Андрей Ковалев, Ольга Пырычкина, Расиль Мухаммедов и Игорь Зверев. Республика. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Галина Титарчук, с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»!